Вера вечна, Вера славна, Наша вера православна. Дорогие братья и сестры, первые иконы царя-мученика появились у нас еще вскоре после его прославления, русской зарубежной церкви в 1981 году, но их было немного, и имели их в основном в крупных городах те, кто как-то был связан с зарубежной церковью, или случайно получил в храме от православных паломников из-за рубежа. Среди верующих почитание царя-мученика было заметно в это время главным образом в катакомбной церкви, а образованные православные люди тогда больше интересовались исторической правдой о государе, которая в советское время тщательно скрывалась или сознательно искажалась. И ни в одном из наших храмов образ царя-мученика нельзя было увидеть до начала 90-х годов. И большинство батюшек, даже, как мне помнится, уклонялось от обсуждения этой темы. И по позиции церковной начали, была еще явно негативной по отношению к государю. Немало, к сожалению, отличалось от официальной государственной. А в Петербурге вы не помните, как развивалось почитание царя-мученика? Ну, я был, можно сказать, очевидцем всего этого процесса. Вот как мне помнится, в 89-м году нас тогда собралось человек 20-25. Мы собрались в Преображенском соборе, это было, наверное, часа в 4, еще до Всеночной. И тогда отец Борис Глебов отслужил панихида по государю. Затем, как припоминается мне, мы от собора прошествовали с национальным флагом, по тротуару, конечно, до храма Спаса на Крови. И там отец Владимир Цветков, он, кстати, присутствовал вчера у Казанского собора, Спаса на Крови, совершил молебен государю. Стояли мы тогда у забора с северной стороны, храм тогда еще ремонтировался, был окружен лесами. И бумажную иконку государю мы прикрепили прямо на забор, такой дощатый забор. А свечи поставили, там была большая куча песка, поставили прямо вот в этот песок. И после молебна государю, помню, прикладывались к его иконе, кресту, так, ну вот. Но это все было очень быстро, потому что народу было действительно мало. А вот в следующем году, в 90-м, мы собрались днем, я помню, 17 июля у Петропавловского собора. Тогда же у нас было человек 40, уже было больше намного икон и флагов. И служил тогда у Южного притвора какой-то катакомбный священник, забыл его имя. Служил он молебен на походном аналоге. А вечером мы еще раз пошли в Преображенский собор, снова пошли. И там уже с хором, и даже телесъемка, кажется, Невзоров снимал тогда, была отслужена панихида. А затем мы прошли снова к Спаса на Крови, но там уже никакой службы не было. А вот службы-то начались с 91-го года, регулярные такие. И долго они проходили не на проезжей части, а в саду, но это вы уже помните хорошо, вот рядом с воротами. Откуда мы тогда крестным ходом шли, вокруг храма, но не доходили до Казанского собора, разворачивали через этот пешеходный мост на канале, и возвращались снова к самому собору. Митрополит Иоанн тогда благословил это почитание, чего всегда у нас было 4-5 священников в облачении, был дьякон даже, и служились тогда государю молебны, и также молебен о даровании православного царства. Мне память не изменяет тогда, правильно? И вот Акафистов тогда еще у нас не было, мы не служили Акафистову, только молебны. Верно, да? И народу, конечно, было больше, намного уже, но до 96-го года собиралось все-таки 200-300 человек, пожалуй. И только вот с 96-го года начался быстрый прирост и установился знакомый всем распорядок. Это Акафист, крестный ход до Казанского и обратно, пение гимна. Поэтому крестный ход, несмотря на хоругви, на икону царственной семьи, хор, носит уже теперь у нас характер народного, общенародного шествия в память царя-мученика. В Москве такое, кстати, положение началось несколько даже раньше. Потому что определенным силам в нашей церкви не нравится идущее из народного сердца почитание нашего государя. Но это почитание административными мерами, как вы понимаете, конечно, не остановить. Оно будет шириться, так как народная любовь к святым сильнее указов и циркуляров. И еще хочу раз напомнить вам, дорогие радиослушатели, что основой канонизации всегда в православной церкви было прежде всего народное почитание святого. То есть всегда это шло снизу, и мы нашим крестным ходом или общенародным шествием таким памятным мы отметили хорошо. Ну вот мы знаем, что год прошел, отец Алексей, после этого кощунственного захоронения так называемых Екатеринбургских останков. Было много шума, много разговоров об этом, и казалось, мы были тогда опечалены, естественно, тем, что не удалось нам противостоять. Хотя мы сделали все, и, как говорится, не молчали против этого глумления. Но вот прошел год, а ведь тишина стоит, и все-таки удалось реализовать враждебным государю силам какие-то свои цели после этого события решить. Ну вот давайте тоже вспомним, что тогда происходило. 81 год со дня мученической кончины государя-императора и его августейшей семьи. И годовщина еще одного надругательства над памятью царя-мученика, то есть захоронения лжеостанков в Петропавловском соборе. И какие итоги можно подвести, ну, прежде всего, до конца непонятно, какие цели преследовали захоронщики. Почему мировая закулиса из кожи вон лезла, чтобы захоронить лжеостанки в Петропавловском соборе. Ведь сколько было брошено к проталкиванию этого проекта и финансов, и средств пропаганды, и зачем все это? Да даже времени сколько это заняло? Да, и... И один год. И какое противостояние возникло в обществе, кстати. И вот эти крестные ходы, о которых вы рассказали, тоже стали восприниматься не так положительно городскими властями, как раньше. Что приобрели ельцинисты после захоронения? Что они стали от этого более легитимными в глазах Запада, того Запада, который именно в этом году, по-моему, и распрощался со своим ореолом правового, добропорядочного общества? Да и историческую правду они не установили, наоборот, и сгубили ложью все положение. Но я вот хочу сказать о Западе. Запад уже и в собственных-то глазах перестал быть правовым обществом. События в Югославии показали, что все слова о правах человека, народов, все слова о международном праве, лишь прикрытие чисто западного понимания права. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Речь идет, конечно, о геополитических аппетитах, а не о рожках-доножках югославского хозяйства, которые остались после бомбардировок людей-варвар. Да и с ореолом добропорядочности, тоже защищающей традиционные ценности общества, Запад, похоже, без особой печали распрощался. Когда задоставленный ограбительством России экономический рост, западное общество простило Клинтону все его похождения. Ну, как там у них в этом, в овальном зале в Белом доме, знаете, да, о чем я говорю. Так что акция с захоронением останков как будто выстрелила холостую. Холостую, да. Кого сейчас в мире интересует восстановленное или порушено где-то законное преемство власти, в моду опять вошло ленинское понимание. Кто смел, тот и съел. Да и в глазах собственного населения от захоронения реформаторам тоже ничего не прибавилось. Ровно ведь через месяц, как и было, кстати, предсказано нашими молитвенниками-старцами, грянуло всенародное бедствие. Я говорю вот о финансовом кризисе. И разрушительные последствия, которые только сейчас начинают проявляться. Во всей полноте. Да. И столько вот за этот год сменилось всяких политических декораций, что никто уж и не упомнит, на какую такую церемонию 17 июля в Петербург пожаловал Ельцин. Но мы продолжим нашу тему касательно прославления государя, потому что эти две темы, они накладываются друг на друга. Лжеостанки, то есть великая ложь и клевета и хула на нашего царя-мученика. И все-таки православное переживание того, что нету еще возможности открыто единым уст и единым сердцем почитать царя. Как относятся попытки прославления государя и его почитания? Ну, мы как раз коснулись теперь как бы Запада, отношение Запада к захоронению, как он действительно отреагировал, и что из этого вышло у нас внутри страны. Но ведь мы должны помнить о том, что потомки рода Романовых присутствовали на этом захоронении в очень большом числе. И я думаю, на это обратили внимание все наши слушатели. И, очевидно, это их поразило. Большинство потомков Романовых проживают сейчас за границей. И вот как они относятся к почитанию царя-мученика, своего родственника. Ну, мне кажется, что потомки, ныне живущие рода Романовых, своего родственника не почитают в основном за святого страстотерца. Некоторые вот из них ассимилировались, вообще потеряли православную веру, живя в американской или европейской глубинке иногда. Другие принадлежат к русскому экзархату в Европе, Вселенской Патриархии. Это в основном Франция, Италия, там кто живет. А этот экзархат, вернее, Вселенская Патриархия, не признала канонизации русской зарубежной церкви государя Сонминова-мучеников. А чего вот в русских храмах этой юрисдикции? Вы не увидите икон царя-мученика, хотя в них стоят и памятные киоты, и кресты, посвященные памяти государя и его семьи. И почитают святым государя лишь те немногие потомки Романовых, кто молятся в храмах русской православной церкви за границей. Вот представьте себе, что если бы хоть кто-то из прибывших Романов появился на народном крестном ходе, он тогда был очень же большой, и стал бы в первых рядах с иконой государя. Какое бы впечатление это произвело на многих участниках? Как бы поднялся вообще престиж династии? Значит, не всем ее членам безразлично народное почитание государя и его семьи. Не для всех безразлично, что и как думает православный народ в России о судьбе их предка и родственника. И значит, живая еще связь исторической династии с русским народом. И не разорвало ее долго отсутствие на родине. Но, увы, ничего этого по Божьей воле не случилось. Что наводит на грустные и многозначительные размышления. Неужели клятва на земском соборе 613 года о верности русского народа династии Романовых потеряла свою силу из-за равнодушия к ней одной из сторон? Неужели династия так духовно отдалилась от русского народа, что не знает, не чувствует, да и не хочет знать, что царь-мучник Николай Александрович стал для православного русского человека символом его покаяния и грядущего духовного возрождения России? Горько так думать. И хочется надеяться, что появится в династии обетованный праведным Авелем достойный муж, который займет русский трон и будет править на нем как истинно православный соводержец. Вот остается лишь эта надежда, это дивное и доселе всегда исполнявшееся пророчество. Ну, вернемся все-таки к этому печальному событию, которое в Екатеринских останках, который мы как бы сейчас подводим итог. Екатеринбургский. Да, Екатеринбургский, простите. Вот не будет ли оно, как вам кажется, отец Алексей, забыто просто как какая-то нелепая ошибка со временем? Сейчас как будто идет такой даже процесс. Вы сами сказали, что никого мало кто помнит. Но он обманчив. И в стане кощунников таких ошибок не делают. Просто все их оккультно-сатанинские заделы имеют далеко идущие планы. Их тайное строительство настолько масштабно и засекречено, что нам, грешным, никак не охватить даже воображением всего грандиозного строения этой оккультной Вавилонской башни нового мирового порядка. Видим мы лишь нарастающий шум строительной возни, то там, то тут открываются взору фрагменты фундамента, чует православное сердце, что все уже спланировано, проведены испытания, взяты пробы грунта, что постройка будет наводить кромешный ужас. А конкретно, какова она, неизвестно. То есть все творится как бы в темноте, за какими-то ширмами, за заборами. Понятно, что тайна сия, тайна беззакония. И более знать для души православного человека и не полезно. Береги себя православный от обольщения. Не поддавайся малодушию и довольность тебя, чтобы не сойти с узкого пути спасения, не свернуть на широкий шлях погибели. А, кстати, и сами исполнители этой стройки, какое бы высокое положение ни занимали, и не пытаются уже даже осознать целостности всего проекта. А захоронение, значит, это часть, вы считаете, этого проекта? Да, и мы со временем, да, будем все более и более просматривать очертания того, пока дымовой завесы, которая вот остается у нас в сознании от всего происшедшего. Почитание царя-мучника – это несомненный факт, который свершился буквально на наших глазах. И главным образом, под воздействием этого народного почитания, и Синод, и Архиерейский собор приняли решение о прославлении царя-мучника у него на родине. Ну, вы знаете, тут я не открою, конечно, большой тайны, что канонизация стала объектом идейной борьбы, которая ныне вовсю идет в России. Ну, вот спросим себя, кто сильнее всего сейчас в народе почитает царя-мучника? Конечно, православные патриоты, ревнители святоотеческого православия и благочестия, которых либеральная пресса клеймит фундаменталистами и православными фашистами. Ну, а кто возражает экуменическая, либеральная, прозападная часть духовенства? И мирян. Для них, потому что это канонизация, есть мистическое укрепление и православия, и русского духа, и самодержавно-монархических настроений в народе. А это все, конечно, крайне нежелательно для них, ибо тормозит становление вот того нового мирового порядка, о котором вы говорили, и всемирной религии. Благоприятствует духовному возрождению России. Отсюда и вывод. Если нельзя противостоять в открытую народному требованию, мимнонародному требованию о прославлении государя, то следует его оттягивать, саботировать и, так сказать, минимизировать, то есть не придавать должного религиозно-мистического значения. Вот посмотрите, есть решение о прославлении. И много ли пишут официальные органы нашей церкви об этом? О государе. О житии царя-мучника, его августейшей семьи. Много ли об этом говорят архиереи, за исключением трех-четырех? Ведь книги, которые издаются, они издаются по инициативе государя, по инициативе в основном в мире. Так вот. Они это, инициативу проявляют. И сиение удивительно, ибо либеральная часть нашего, либерально-экуминическая, это все взаимосвязано, нашего епископата не только не любит государя, но она прекрасно знает, что его не любят и нынешние правители страны, которые пошли ради этого на глумливое захоронение так называемых Екатеринбургских останков. И эти правители никогда государя, мы должны понять и помнить, не полюбят. И не только из-за своей талмудической ненависти к православной России и самодержавной монархии, но еще потому, что интуитивно, своим таким звериным чутьем, понимает, что чем больше почитает русский народ своего венциносного мученика, тем лучше он понимает, кто и почему ритуально его убил, и затем залил кровью всю Россию. Понимает, какую природу имеет эта цареборческая и богоборческие силы, и кому не служит. И поняв, молится русский православный человек, конечно, царю-мученику об избавлении своего отечества от этой богомерзких сил, и знает, что молитва будет услышана, ибо государь предстоит ныне пред престолом Всевышнего. Но вот иногда, знаете, отец Алексей спрашивает, а откуда вообще эти появились силы? Вроде у нас у православного народа почитание очень большое, нашей иерархии церковной, но ведь не надо забывать историю, что эти силы были сильны перед революцией, ведь они же тогда, в общем-то, и поддержали царю-государя об отречении, они же из этих же кругов вышли также обновленцы, обновленцы, так, ну вот, и там и было... Ну, на конференции же слышали, что все почти архиереи, кроме одного Макария Невского, фактически нарушили присягу. Это все архиереи, которые присутствовали на Синоде, присутствовали на заседании, были членами, постоянными Синода, но Синод не был со всеми епископатами, только часть там входила, а многие все-таки там, тот же самый Петерим, так, ну вот, митрополит, он был против тоже, и многие архиереи, только члены постоянной Синоды, и то там не все присутствовали на этом заседании. Что он сделал для его спасения? Тоже поддались вот этому либерально-прогрессивному духу, который тогда царил в русском обществе. Да, вот такое разномыслие в народе Божьем, конечно, тяготит всех. Вот даже на конференции сколько священников выступало, и довольно остро выступали, потому что нет общего языка с епископатом, и на местах, и тем более в Синоде. Тяжело это, конечно, и не ко благу церковному. Ну, хотя мы, надо заметить, что некоторые епископы, например, епископ Владивостокский, потом глава и Луганской епархии, некоторые на Украине, архиереи, интересные выступления, и романах Антония из Валамского подворья, который сказал, что в Византии знали средства бороться с этой сословной кастовой замкнутостью епископата, когда время от времени выбирали патриархи просто благочестивых мирян. Они проходили все степени священства. Эта практика потом уже отмерла, и стала традиционной другое, которое ныне практикуется. Итак, выслушаем вопрос. Говорите, пожалуйста. Они проводили все какое-то кинетическую экспертизу. Вообще это правда? Ну, проводили, но что эта экспертиза значит на самом деле? Только то, что за деньги можно... Может быть, они хотели этим... Любых результатов добиться за долг? Говорю. Вообще она может считаться справедливой. Но мы ее не признаем, именно потому что видим те силы закулисные, которые проталкивали весь этот проект. Да и эксперты даже, которые входили в комиссию патриархии, они тоже в генетике сомневались в результатах этой экспертизы. Кроме того, независимым-то экспертам не дан был материал. Да, не дан был материал, чтобы перепроверить эту экспертизу. То есть все было уже заготовлено, как мы знаем, издавна там во времена правления политбюро, скажем, подтасовывали любые факты. А вот вы, отец Алексей, как раз затронули вопрос о том, что действительно это захоронение, часть плана мирового правительства имеет явно оккультное значение. Вот что вы под этим подразумевали? Ну, конечно, опять же, всей тайны беззакония мы не знаем, да и не нужно нам погружать. Ясно одно, что оккультизм – это в религиозно-философском смысле возрождение язычества. А что такое язычество? В язычестве предметом поклонения становятся не только природные силы, космические, а это силы грехопадшего мира, прежде всего, но и вообще всякая земная сила и успешность. Ибо за силой и мудростью века сего, тленного и приходящего, стоит виновник греха и смерти, дьявол. Потому он и именуется православным господином и князем грехопадшего мира всего. Но оккультизм – это не просто земная философия. Это и культ, и ритуал, и мистическое действие, с помощью которого дьявол желал бы, чтобы человечество входило в контакт с миром темных духов. Таким образом, мало исповедовать земную силу, как господствующую в мире всем, мало сказать оккультистам – нет бога, кроме доллара, и МВФ, или другая международная финансовая структура, пророк его. Но нужно и поклониться золотому тельцу, соединить это убеждение с ритуалом, явить мистически, что доллар есть господин не только в мире всем, но и выше. Он создаёт, например, национальные святыни, выдаёт ложные, заподлинные, как это было с останками. Он утверждает или отменяет национальные символы. Он не только мерил о нравственности, а вот сейчас мы видим, что нету вообще преступления, которое бы не было с полной серьёзностью в средствах массовой информации, международной, оправданно, чем прибылью и выгодой. Но доллар и мерило благочестие. Вот куда он начинает притязать. То есть угодности того или иного действия перед лицом мира духовного. Ритуал захоронения теснейшим образом связан именно с духовным поклонением доллару. Как всемогущей силе, не знающей ограничений не только в пространстве. Нету сейчас уже государственных границ, всюду безграничный рынок. Но и по времени доллар может перелицевать любые исторические факты. Но самое страшное. И в нематериальной сфере доллар могущественный. Акции в Петропавловском соборе год доказывает, что праведная душа мученика императора Николая избрала реформаторов, разрушителей державы российской совершить величайшее дело христианского благочестия. Придать земле в родовой усыпальнице по православному обряду неупокоенные мощи царственных мучеников. Таким образом, с помощью доллара можно не только перехватывать богатство материальное, и тут уж все ясно, не только лозунги идеологических оппонентов, но и мистическое благословение. Как праотец Иаков обманом перехватил отцовское благословение Исаака, предназначенное старшему брату Исааву. Тоже, кстати, действие вполне языческое и оккультное по своему характеру и психологии. Кстати, за этот обман Иаков был наказан. Он был обманут, в свою очередь, тестем своим, Лаваном. Кто не знает этой истории, может прочесть Бытие, главу 29-ю. Мы выслушаем ваш вопрос, пожалуйста. Мы просто не заслуживаем царя, вы понимаете, ничего у нас не получится. Самое жуткое, что, ну, в ближайшие десятилетия мы ничего не добиваемся, потому что мы не хотим добиваться. Вы понимаете, я... Понимаем, но, знаете, мы не заслуживаем и спасения, и получаем его единственно по благодати Божией. И, конечно, верно говорит отец Александр Шаргунов, что сейчас 5% в лучшем случае ходят в церковь. Если бы их было, говорит он, хотя бы 10, то уже бы жизнь совершенно поменялась в стране. И... Ну, я вам скажу, отец Алексей, в утешении нашему слушателю, что в Западной Европе 2,5% ходит, то есть у нас в два раза больше. Понятно. Да, утешение всё-таки. Ну, и потом надо напомнить тоже слушателю, что как начиналось, я вот рассказал почитание государя, сколько было человек 20-30, и как теперь почитать, а много ли прошло времени, и было ли при этом какая-то мощная реклама, так или же было... Ну, реклама тут слова не подходит. Ну, хотя бы... Любодружное единство... Любодружное единство, или же... В этом стремлении... Широкое какое-то оповещение, ведь этого ничего не было, а ведь росло почитание. Да, ну, росло, конечно, благодатью Божией. Я продолжу, что как раз оккультизм, и вот такая, может быть, бездуховность, которая наблюдается, это предпосылки создания новой религии. Оккультизм же паразитирует на истинной вере в единого Бога. Так и этот мистический акт, вот, захоронение, завладение лжеостанками, паразитирует на той бесспорной истине, что власть в России только тогда законна, когда она освящена высшим духовным авторитетом, когда власть стремится и способна служить святыне народной, хранить эту святыню, тогда, когда она достойна святыни. Величайшая святыня русского народа, даже еще не полностью осознающего этого, это нужно признать, что ценности зачастую высшие мистические до сознания народа не доходят, как избрание, например, Богом русского народа для определенной миссии. Так вот, эта святыня есть жертвенная любовь к отчизне царя-мученика, не пощадившего жизни своей, своей августейшей семьи и для блага народа своего во временном смысле, ну, нежелание быть хотя бы косвенной причиной гражданской войны, и, главное, для вечного блага. Он возжелал понести всю тяжесть наказания за богоотступничество и предательство русского народа. Именно царю было вручено Богом право такой высокой жертвы. И только ему могло быть вручено такое право. Народ за царя не умолит Бога, царь за народ умолит. Вот центр, ядро всей прошлой и нынешней истории России. Вот почему враги России 70 лет клеветали и оплевывали память царя-мученика, и безрезультатно сияет свет праведности царской из-под толщи лжи и клеветы. Нынче порешили слуги сатанинские, вольные же и невольные каменщики, нужно глумиться над памятью царя-мученика по новым технологиям, максимально имитируя скорбь о замученных. А это, кстати, не так просто, потому что бесовский смех разбирает в храмах безбожников и богоборцев. И вообще не свойственны никакие благородные чувства. Для них это все балаган устроенный для гоев. Не удалось очернить, нужно перехватить. Только святость нельзя приватизировать. Вот что они забыли. Не помещается в карманах всенародный жертвенный подвиг государя. Перехватить-то перехватили на той захватнический оккупационный режим. А что дальше делать не знают. Как эксплуатировать величайший национальный символ верности Христу? Обучены только глумиться над русскими святыми. Ничего не избрали и не изобрели, как только праздник пива на лже-гробницах, оклеенных самоклеющейся пленкой, предназначенной для ванн и туалетов. Вот еще один итог. Значит, крушить русский национальный духовный склад куда как легче, чем подстраиваться под него. Слишком высок покаянный смысл этого национального склада. Тяжело притворщикам до него дотянуться. на носочках, на цыпочках ведь долго не простоишь. Ну, и какой же выход тогда? Ну, какой? Вот для реформаторов это как раз выход один, оккультный. Приспособление самого христианства под свой духовный уровень. Здесь опять на помощь приходит это вот новое язычество возрождаемое. Новый религиозный культ должен быть максимально рационализирован. То есть, идея проста. То, что приносит пользу, то и благо, то и от Бога. Вот как наши все кодировщики против пьянства. Они так и утверждают вот их символ веры. Помогает? Хоть неизвестно, помогает там или не помогает. Помогает. Значит, от Бога. Значит, Значит, правильно. Такова, к сожалению, и психология вот наших современников. Если рынок ведет к процветанию, значит, рынок от Бога. Но торговля невозможна без обмана. Где делают большие деньги, там делают большую ложь, говорят американцы. Значит, и ложь от Бога. У язычников был опыт обрисовывания лжи, как природные силы и стихии. Меркурий языческий божок, а по-нашему мерзкий бес, покровитель обмана и торговли. Когда Солженицын указывал на ложь как на явление нравственного порядка, призывая жить не по лжи, он и не подозревал, что ложь будет претендовать на в существе своем на религиозное значение. Станет уже претендовать на религиозный порядок этого понятия. Так нравственность основывается только на вере в живую высшую истину и правду. То есть Господа. Без этой живой веры ложь легко заменяется с собой самого Бога. Этот культ будет предельно лишен трепета перед священным, страха Божия. Это будет молчаливый договор обманщиков, которые обманывают некое коллективное безличное сознание. Как то делается во время предвыборной кампании. Каждый отдельный избиратель говорит, я не верю предвыборным обещаниям того или иного депутата. Но депутат, так много лживо обещавший неизменно, проходит, избирается. Почему так происходит? Ну а к захоронению как это относится? А также так и с лжеостанками. Всякий экскурсовод вот в Петропавловской крепости говорит, подлинность этих останков доказана лишь на 95%. Но тем не менее эти останки подлинные. А куда же 5% делось? Это показатель такого состояния сознания, такого полного безверия, что мысль о том, что Бог накажет за ложь и обман, царь-мученик взыщет, становится именно самой абсурдной, лживой и нелепой мыслью. Тогда возникает обращение к Богу лицемерно и лицедейски молятся, там присутствующие. А это есть мерзость пред Господом. Это по сути дела изображение апокалиптического зверя, выходящего из моря, зверя, которому дано было отверзи уста своя в хуление к Богу, хулить имя его и селение его и живущих на небеси. О ком речь идет? Конечно, о святых, о небожителях. И дано было ему сразиться со святыми и победить их. О чем речь идет? Конечно, святых победить невозможно, как невозможно победить Бога. Но победить почитание святых, отречься от духовных светильников, победить благодатное влияние святых в судьбах России, наконец, повредить синергией этому содействию свободной воли человека и действовании благодати Божией, это все как раз можно. И это вот и смыкается с этой задачей захоронщиков. это неправильно.